Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Пошла, короче, купила минералки, аморалки, потом маслянки, батона, яблок, и что-то еще, а, суп, грибной, замороженный в кубиках. Сейчас сварю суп, буду греть минералку, ну, чтобы она не холодная была, потому что приносишь с улицы, она ледяная. Иду об желудке. Ну, повысилась кислотность из-за чая. Потому что чай помогает желудку, повышает кислотность. Ну, тот, который у меня был. Блин, так солнце неприятно по глазам бьет. Итак, батон, яблоки, маслянка, суп, минералка, тисовянка. Главное, в стекле такая вода стоит, ну, маленькая бутылочка, два злотых почти, злотый с лишним. И такая большая, такая же самая цена. Суп из топора. Сварила, как там написано, 15 минут. Вот такой у меня диетический супчик. Без всяких там, куриц вонючих, брокколи, тут все, короче. Если бы у меня был блендер, я бы это все переблендерила, и был бы такой классный суп. Пюре. Вкусно. Я люблю жидкое, что-то теплое, горячее. Желудок, особенно после такого перенапряга. Всем привет! Сегодня у меня день рождения, 41 год. Ну, я не знаю, думала, о чем его поговорить в этот день. Я не отмечаю, потому что, ну, во-первых, как бы и такая дата, 41, это не дата. Уже в 45 там. В прошлом году я не отмечала, потому что, во-первых, я переезжала, только переехала. Ну, в общем, такое было еще. Ну, плюс еще какой-то дурачок мне сказал, что 40 лет не отмечают. И я в это поверила, типа. Ну, это грозит, типа, смертью. Короче, это очень сильная вещь, вера. Поэтому я не отмечала, да и я не собиралась. У меня и денег не было, и вообще желания, и возможностей, и места. Я снимала комнату или койко-место, я не помню уже. Ну, в общем, в этом году у меня и все, как бы, есть. Ну, денег-то не особо, боя долги гасила. У меня радостная новость. Ну, уже давно она, это не новость. Ну, долги погашены, кроме польского. Ну, неофициального долга. Ну, я гашу. Погасила из семи... Короче, кто не знает, у меня было много долгов в Украине. Была карточка кредитная, было у подруги долг. Короче, у подруги 20 тысяч, карта 25 тысяч. Ну, и в Польше мне какой-то мой зритель дал денег, просто так, 7 тысяч злотых, как раз перед карантином. Тогда еще ничто не предвещало. Карантин, спасибо ему, потому что это позволило мне сделать выписку с банка и податься на апелляцию уже с документами, с полными. Ну, и мы договорились, что до Нового года отдам. Вот уже Новый год. Ну, в этом месяце, я надеюсь, еще какую-то сумму погашу. Надеюсь, еще одну часть. Я погасила из 7 тысяч 2 500 и 2 450. Надеюсь, что еще одну часть. А одну часть уже подождет, потому что куда деваться. Все дело в том, что если бы не было карантина, и вот этой всей канители, я бы уже давно погасила, потому что заработки, ну, были выше. Ну, в общем, так что могу сказать, ну, обычно принято за год что-то там, собирать какую-то статистику по своей жизни, типа, что было, как. Ну, особо не... Ну, много изменений, конечно, но этот год уже легче в сравнении с предыдущим. Несмотря на вирусы, в стране такую ситуацию. Так как я путешествовала мало, ходила кое-куда, типа, гулять там куда-то, или путешествовать даже по Польше, это я не делала. Поэтому меня это так сильно не травмировало, как других людей, которые путешествовали. Поэтому для меня это... Для меня этот год даже счастливый. Несмотря на всеобщую такую непонятку. Кстати, перед этим вирусом, когда он только начался, мне приснился сон. Теперь-то я понимаю, что он был, ну, довольно-таки вещий. Мне приснилось то, что я была в каком-то месте, типа, как пустыня с такими скалами. И мы ховались, ховались, прятались, кто не знает, что ховаться, это на украинской мове, ховались вид солнца. Мы прятались от солнца, вроде солнце было обжигающее, вот как в фильмах про конец света. И мы прятались в тени, под скалами. Такой интересный сон, я его так запомнила, но не придало значения. Ну, он оказался вот таким вот интересным вещем, типа, потому что пришел этот вирус, и люди стали прятаться по домам. Ну, в общем, могу сказать, что этот год очень был хороший, и для меня лично, в плане того, что я погасила колоссальные долги, которые у меня были с 2008, вернее нет, этот долг, конечно, был позже, но беру суммарно, у меня вообще кредиты, я брала с 2008 года, и общая сумма, это примерно, сами кредиты, где-то 150 тысяч гривен, примерно, ну, в разный период, по-разному я гасила, это же все не в один период. И такие суммы были там, начиная от 1400, заканчивая, просто я нашла, короче, ладно, начиная от 1400, я перебиваю себя, заканчивая 20 тысяч, 25. просто мне пришло поздравление от УБК, это организация, которая, кредитный рейтинг, там все мои кредиты, все мои задолженности, если бы они были, все там видно, это, говорю, для тех, кого, допустим, может шантажировать, какие-то аферисты, вы можете зайти на УБК, раз в году бесплатно взять выписку, по своим задолженностям, и если у вас что-то есть, там все высвечивается, я не знаю, почему люди сразу не догоняют, ну, я знаю, конечно, потому что сразу могут не догонять, почему не догоняют, когда их начинают шантажировать, войти на эту страницу, УБК, UA, и взять выписку, а какие у них долги, что кому, ну, в общем, мне пришло поздравление с днем рождения, и написано, что вы можете напоминание, я уже брала один раз, раз в году бесплатно взять выписку по своим кредитам, ну, я просто ради интереса зашла, и там оно привязалось, там вводишь номер телефона и дату рождения, и там оно предложено либо Вайбер, либо Телеграм открыть, и этот УБК прикрепился, и там же можно брать на себя кредиты, то есть, ну, каждый человек может, вот эти все кредитные конторы, они все обращаются туда, смотрят, какой у тебя рейтинг кредитный, и как ты платил, а там есть напрямую, то есть, вы можете сами, если вам надо, подать заявку, типа, рассматривать варианты кредитования, как для вас, ну, и там я вижу, уже мне пишут, типа, кредит на жилье, мне уже предлагают на жилье, уже поняли, что такие кредиты мне не интересуют, мелкие, давайте мы ее посадим на крупный, ну, короче, я взяла распечатку, ну, скрин сделала, и там у меня в архиве оно лежит, тоже у меня ноль, везде ноль, все закрыто, ноль, все, так что, я, конечно, довольна собой, можно сказать, вот еще этот догашу, и тогда, конечно, вообще будет полная свобода, чего у меня не было уже на протяжении многих лет, но могу сказать, что эти кредитные средства и были не напрасно, и я не жалею ни одной минуты, что я их брала, и таким образом я могла как-то развиваться, познавать прелести этого кредитования, познавать, что это такое, как, и если бы я их не брала, я, может быть, не была здесь, ну, я бы сто процентов не была здесь, потому что все было по-другому, вот так вот, ну, еще мне такая приходила мысль снять видео, вспоминать свои дни рождения, помню, 10 лет, когда мне было, мне сестра и мама спаковали подарки, я проснулась в 6 утра, потому что я знала, что будут подарки, я очень люблю подарки, и любила, и, короче, мне дали такую карту, я должна была найти подарок, ну, типа, как, я не знаю, как игра, и я искала еще свой подарок, это было море счастья, потом бабушка еще была жива, она мне тоже приехала, привезла целый, короче, такой плед, плед ложат туда все, что угодно, завязывают узлом на спину, и она так приносила, реально, ну, люди простые, так и, как раньше, вот у путешествия, узелок на спину и пошел, но не было ни сумок, ни, это ничего, и она реально так и приносила вот это пледе, всякие, там, ночнушка, сахарница, какие-то яблоки, конфеты, короче, это, конечно, было, и не, не важно, что оно там было не столь ценно, или что, но мне это так радовало, я помню вот эту радость, у меня до сих пор это осталось, ну, то есть, люблю подарки, но, не важно, что там подарок, какой, все равно, знаете, просто, даже, не важно, дешевое, оно не дешевое, просто, ну, ощущение вот этого, ну, кайфа, то, что кто-то что-то подарил, я не знаю, как это назвать, ну, это как-то так, ну, то есть, многие там дарят, потом радуешься, да шо ты радуешься, это ж такое дешевое, да не в том дело, похер, сколько оно стоит, и какое оно дешевое, в том дело, что оно приносит радость, какое, ну, какое-то, не знаю, ощущение счастья, вот в чем вопрос, ну, в общем, вот это 10 лет, я помню, мама торт пекла, по-моему, точно не могу сказать, по-моему, да, хотя она тоже не сильно повар, и вот это я запомнила, я помню, по-моему, что еще потом хотели кататься на коньяках, где-то там, на речке, вот это я запомнила, 10 лет, потом, помню, ярко 20 лет, когда мама моя решила отметить мне день рождения, на широкую ногу, были приглашены люди чужие совершенно, у меня так друзей особо не было, ну, таких, близких были, там, конечно, мои друзья, но было много людей, приглашенных, вообще неизвестно, это такой был чудный день рождения, я просто своим подругам сказала, что они могут пригласить, кого хотят, и толпа пришла, каких-то парней, каких-то подруг, короче, ну, в общем, столы ломились, мама моя, хоть так сильно не умеет там выготавливаться, но она всегда готовилась, чтобы два дня потом, либо три еще доедать, большое количество всего, и помню, что пили все, пили, гуляли, короче, была гулянка такая, и, когда пришла весна, растал снег, снег у нас был хороший, то под снегом, появились бутылки с водкой, которые, ну, было много спиртного, у нас это, ну, как бы, ничего такого в этом не было, у нас спиртное, это было обычное дело, ну, и сейчас так, просто, ну, я знаю, что у некоторых, у некоторых людей спиртное, это, типа, ну, не приветствоваться, как это, ну, чуть-чуть там, ну, у нас был, это нормально, ну, у нас не алкоголики, люди, но пить могут много, и, короче, мама еще сделала сама, какую-то водку, спирт, там, по какому-то рецепту, а я, перед этим, днем рождения, заболела, именно в этот день я начала заболевать, я так запомнила этот случай, и, такая, ну, гриппозное состояние, и я начала пить эту водку, и, представляете, я убила этот вирус, я, короче, когда на следующий день, ну, типа, проснулась, я не была уже больной, ну, то есть, интересно, интересная история, вот этот день рождения, потом тоже, много, знаете, день рождения было у меня таких, тоже ярких, ну, в смысле, когда отмечали, ну, а потом, помню, следующий день рождения, наверное, 30 лет, когда я сама себя уже отмечала, я там, в Чернигове уже жила, мы ходили, я пригласила уже, ну, своих подруг, которых я знала, а это была Оксана, не буду фамилия назвать, Юля, кто-то еще был, Аня, Наташа, наверное, Лена, ну, в общем, девчонки одни, и, короче, мы так, в ночном клубе мы отмечали, я заказала столик, там, короче, что-то заказала, там, конечно, дороговато было, но мне хотелось очень, тоже так, ну, запомнилось, у меня еще фотографии, где-то дома есть, в альбоме, я их с собой не притянула, в Польшу, конечно, а так я их всегда за собой таскаю, я люблю пересматривать их, вспоминать, можно, кстати, попросить, мама вышлет, альбом, ну, вернее, передаст как-то, подруге, подруга вышит, и, короче, 30 лет, потом, помню, помню, короче, 35 лет, я хотела отмечать, как-то, дорожение, но у меня случилась отслойка сетчатки, ровно в 35 лет, даже, меня оперировали не 9 декабря, а 10 декабря, так было, конечно, интересно, потому что мне 9 декабря, я же никому не говорила, что у меня операция, звонила там мама и сестра, типа, поздравляли, а я была уже в больнице, ну, я стойко не говорила, потому что я не хотела никого, травмировать, ну, и вообще не хотела, чтобы меня никто травмировал, никто, чтобы меня не трогал, ну, типа, всякими нравоучениями там, потому что я знаю, что от их бы никто не удержался, ну, и мне не хотелось видеть вот это жалость, это вот это вот, потому что мне и так фуёво, а то бы ещё вот, короче, перепуганные эти лица, поэтому я никому не говорила, решила, что я Анна Каренина или кто там солдат, и я справлюсь, ну, я справилась, правда, и после этого у меня, конечно, изменилось всё в жизни, у меня, у меня что-то, такое чувство, знаете, тут, когда растёт, ну, как семечка, и она так лопается, с неё вылазит такой росток, вот это у меня такое ощущение было, потому что, ну, вообще поменялось всё, полностью, взглянула на всю жизнь, вообще на всё, ну, и у меня какой-то появился стержень, как я вам уже говорила, неоднократно, ну, и 35 лет, поэтому так было, она 36 лет, я взяла кредитную карточку, короче, взяла, купила путёвку, поехала, полетела, поехала, полетела в Турцию сначала, а, то ещё перед этим, да, точно, то раньше, то, наверное, в мае я полетела в Турцию, всё включено, я хотела очень, и была в таком отеле, там действительно было классно, у меня есть там видео где-то, и я, конечно, конкретно отдохнула, зачем я ехала, то я и нашла, и там я пошла, я сразу хотела пойти на массаж, ну, я никогда не ходила на массаж, и в Турции я захотела пойти на массаж, потому что, ну, для меня это было что-то такое сверх, ну, я пошла, и на 150 баксов, вернее, эти 150 баксов спустила на массаж, потому что, ну, у меня было только 150, путёвка всё включено, ну, в отеле всё включено, реально, блин, хочешь себе, жрёшь, что хочешь, пьёшь, сколько хочешь, хотя я вообще, никто к кому не привыкла, то мне, конечно, было это, я пришла, чуть-чуть клюв-клюв, наелась и пошла, надо к люди набирать тарелки, потом жрать по чуть-чуть с каждой, либо, ну, хотя бы разного набирать, я так взяла яйцо там, чуть-чуть того, и всё, я наелась, и это, конечно, немножко странно, ну, для меня была эта система, онлевклюзив, там, супер онлевклюзив, я ещё взяла такой отель, что на первой линии, чтобы к морю далеко не тёпать, потому что я ж одна, мне страшно было, ну, короче, сначала я в Турцию, а потом через полгода получилось, что у меня вот этот день рождения, 36 лет, и я, короче, или на 37, ну, не помню, не буду это говорить, не помню, то ли это на 36, то ли это на 37, короче, надо смотреть где-то, архивы, короче, по фотографии, и, короче, в декабре я взяла тоже, ну, точно с перерывом полгода, между Турцией и Египтом, и в Египет, конечно, в Турции лучше, ну, в Египте тоже свои, эти свои особенности, ну, в Египте просто я была в отеле, такого уровня, как в Турции, но только он совсем, ну, он победнее был, в разы, ну, то есть, еды меньше всего, ну, хватало всего, но выбора было победнее, просто, ой, Египет, и люди другие, а не какие-то другие совсем, ну, что они какие-то другие, турки и египтяне, вообще разная национальность, совершенно разная, ну, бедно, я была там, где, ну, так скромно, бедно, ну, тем не менее, я была в неплохом отеле, очень даже неплохом, у меня было просто, ценовой диапазон одинаковый, вот, между этими отелями, в Турции и в Египте, по цене было одинаково, 400 баксов стоила моя поездка, и там 400, и там, но только, что по-разному было, и сервисы, и обслуживание, хотя в Турции тоже свои минусы, изначально, меня не хотели селить в этом отеле, в который я приехала, они хотели куда-то мне подальше, на вторую линию отправить, отпердолить, но так как мы уперлись рогом и сидели, мы просто в 12 нас привезли, и нас не хотели селить, а в этом нет мест, а перед нами толпа людей, короче, все селятся, всякие там китайцы и турки, ну, в общем, всех селят, а для нас нет мест, но они хотели просто хитро схитрить, чтобы освободить тут места, в хорошем отеле, отправить нас на вторую линию, типа, вас отвезут, вас будут привозить, мы, конечно, ну, перетрусились, потому что, ну, это не то, что это не гостеприимство, это вообще свинство и неуважение, и, короче, ну, да, такое есть, честно говоря, ну, знаете, если сравнивать так в Турции и Египет, то в Турции такие хитрые, хитрые и немножко подлинненькие есть люди, а в Египте жадные к деньгам, жадные к деньгам и озабоченные сексуально, вот так, и при том, они так, ну, вот в Египте одни мужики там работают, в редкости их них женщин там не увидишь, какие-то приезжие эмигрантки могут в Турции, ну, пообычному, то есть, в любом случае осадок неприятный остается, потому что что-то от тебя, там, в Турции хотели так обхитрить, обмануть, ну, то есть, считали дурачками, а в этом, в Египте, как вот о цыгане, позолоти ручку, типа, везде так, ну, ну, как-то в Египте мне, вот сейчас сравниваю, не так неприятно, потому что, по крайней мере, они просто хотят денег, а тут просто хотят обхитрить, тоже хотят денег, конечно, потому что они в тот номер твой поселят, каких-то других людей и получат с этого хорошие деньги, но более изощренным методом хотят денег, в Египте, хотя бы, хотят денег прямым, ну, в общем, короче, смысл один и тот же, сейчас бы, если бы поехать куда, то я бы хотела какую-то более, ну, вот я была в Италии, то мне там, конечно, понравилось, потому что европейская страна, и нету вот этих всех, приколов, вот вам, и я была, повспоминала вот вам, хотя сказать, и я была в Египте, в принципе, нормально, меня там сразу хотели, типа, ну, за, эти, за чаевые, чтобы я, поселили какой-то лучше номер, там, ну, типа с балконом, но так как я говорю, мне хоть на китайскую стену можете селить, хоть в стену, пускай вид будет, но они намекали, что вид из окна может быть лучше, если доплатить, я говорю, мне все равно, мне хоть, это, у меня денег, думаю, нету, притык, ну, и, короче, поселили, где общая терраса была, тоже вид прекраснейший, ну, только общая терраса, вечером надо было закрываться, потому что сами же эти охранники подойдет и смотрит, такие глаза по пять копеек, а вот что, иди отсюда, кыш, и мне же смешно, вы же, ну, вы понимаете, что я это, что я с юмором человек, говорю, иди отсюда, а что ты пришел, придет и стоит, и смотрит, смотрит, он же ж не бельмес не понимает, не скажет, просто смотрит, вот такие глаза округлены, может он приехал на работу, только никогда не видел, ну, либо видит, что я одна, думаю, это вдруг я сейчас, может у них там какие-то эти, истории, что ты подходи, вот так вот тихонько под террасу, смотри на ее, ничего не надо говорить, она сама тебя затянет, все сделает, только смотри, может повезет, а не повезет, так пойдешь, то я же закрывала всегда эту террасу, вечером, то, конечно, был немножко минус, но с другой стороны, плюс, и комары не залетали, и комары, и какие-то, и пацаны не залетали, ну, там просто типа ходила, охрана, как по периметру, но я же говорю, они ж, многие не бельмес, вообще, ну, не фердштейн, вообще ничего не понимали, ну, хотя бы не трогали, наверное, их проштудировали, что не дай бог, типа, если не сама захочет, то можно, а если так нет, подходи, смотри, как печальная лошадь, ну, это у меня такое сложилось впечатление, ну, было классно, конечно, все равно, как бы там ни было, но это море позитива, позитива, несмотря на то, что бывают моменты негативные, но много и позитивных, и вообще, это такой, блин, встряск, такой всплеск, после этого, просто мне хотелось, наверное, после операции, как говорится, клин клином вышибают, после операции мне хотелось адреналина в кровь, может, мне не хватало, может, мне на операции адреналина дозу получила, потом не хватало, я вот так вот, ну, потому что столько у меня событий после операции, я и туда поехала, и сюда поехала, и полетела, и погнала, и все, короче, все, что только захотела, и сразу исполняла, все, даже не задумываясь, ну так интересно так вот это мне было такое 36 или 37 лет по-моему 36 потому что так как я 35 не отметила я 36 отмечала наверное но не уверена ну что-то какой-то 11 году и все, дальше больше я не отмечала там уже может как-то отмечала, но уже не так поэтому надо какой-то год снова так как-то интересно отметить интересно отметить может замуж выйти или родить короче не знаю не знаю надо подумать над этим вопросом ладно сейчас я хочу знать, что сделать все-таки не полениться поехать в магазин за селедкой я вот это вспоминаю о селедке, купить еще картошки надо и сварить потом картошки с селедкой нажраться вот так вот пока съездила в этот магазин короче прошло куча времени ну часа два наверное купила селедки кучу и она потекла короче и курточка в селедке и штаны в селедке в общем селедка какая-то очень оказалась мокрая три селедки три селедки крупные но они на дне лежали поэтому короче сейчас покажу что купила потому что куча вкусняшек потратила сто злотых плюс потом еще в магазин зашла ну там уже на 7 злотых это уже картошку и пекинскую капусту ну типа чтобы сделать сейчас варю картошки почищу сделаю как полагается не так что я вечно в мундире а короче почище сварю и выделю себе одну селедку половину порежу и уже половину могу съесть чтобы не сожрать всю селедку как я нажрусь а потом мне плохо в общем сейчас покажу положила все в мойку потому что она там такая мокрая я сняла курточку сняла штаны намочила и перестирать надо было она же так вонять будет шла собака такая какая-то маленькая подошла так понюхала на сумку думают что за фигня воняет селедкой короче вот так вот она огромная казалось бы там нечем вытекать нет три кулька протекло вот я их сейчас помыла две селедки спрячу так дальше купила сухарики флинт потом купила две приправы вот это вот бульон куриный и до борщу потом купила пельмени такие такая упаковка добротная вообще такие ну прикольная стоят они 20 с лишним потом купила креветок собственно пекинской для салата картошки ну и все то яблоки были у меня короче вот такие вот покупки слуны полный рот так надо быстро готовить иначе хана короче картошка еще варится а селедка уже готова я тоже ее не очищала от шкуры и от этого я просто ее порезала и лук и просто хочу уже начать хоть кусочек съесть главное сейчас не разогнаться потому что я могу так разогнаться объесться и опять будет плохо сейчас один кусочек съем потому что у меня слюны хоть выплеваю и потом еще сделаю салат пекинской и короче это и дождусь картошку а еще забыла сказать что я купила щавель вот такой вот щавель теща называется он по-моему германский щавель сау р был в этом магазине все с германией германии немецкое все германия это ж блин немцы германцы херманцы короче все ну разве это не красота из детства есть селедку так знаете это как блин что-то родное я не знаю но в этот раз сало не брала потому что сало мне не нравится потому что после него у меня дикий жор